привет я безумно соскучилась как то и дела надеюсь что все в порядке я не записывала видео ролевые игры на этот канал уже давненько довольно давно как для меня так это целая вечность пришла потому что я честно уже зависимо от этого мне очень нравится сделать то что я делаю сейчас я думала какое видео снять на этот канал у меня появилось время и вспомнила про один интересный комментарий которые я запомнила с просьбой снять как я делаю свой макияж и рассказать всякие там лайфхаки которыми я пользуюсь рассказать о своей косметике даже нанесение макияжа это для меня очень похоже на асмр и в принципе иногда я испытываю асмр когда смотрю видео про макияж и кстати интересный факт только что вспомнила что мое начало просмотра и как появилась моей жизни асмр именно с макияжного видео поэтому хочу просто с вами пообщаться более в лайфа формате и отвечу на сообщение я хочу к слову очень сильно поблагодарить тех кто пишет и оставляет запросы какое видео снять следующим огромное спасибо вы очень меня вдохновляете и некоторые я читаю понимаю сразу что я не могу снять на данный момент такие видео некоторые сообщения читаю они про меня вдохновляют у меня уже в голове целая появляется идея я понимаю что мы с вами на одной волне и это очень приятно потому что поэтому если у вас есть запрос то не стесняйтесь их оставлять макияж мы с вами сейчас будем делать на стрим потому что после записи этого видео я собираюсь стримить на своем тик ток канале кто не знает у меня есть уже новый канал в тик токе потому что старый который я вела перед этим там было 70 тысяч подписчиков его удалили сейчас у меня новый и собственно по этой причине я не снимала сюда ролевые игры потому что мне нужно было развивать этот канал это сейчас очень важно особенно когда канал новый тик ток есть свои алгоритмы например там в первый месяц нужно как можно больше делать контент чтобы тик ток вообще понял какую сферу продвигать канал в общем там очень много нюансов но в общем все мое время было посвящено сейчас туда собственно после этого я буду стримить какой обычно макияж делают на стрим в тик ток он должен быть ярким чем ярче тем лучше некоторые делают вообще косплеи всякие тоже ролевые игры очень яркий макияж и перевоплощение но тут у меня есть ограничение у меня после стрима будут еще дела и мне нужно будет выйти в люди ничего серьезного мне нужно будет забрать дочку от дедушки также там зайти в магазин в общем какие-то бытовые штучки буквально на полчаса ну поэтому вот нам ограничение обычно я делаю просто в таких случаях это часто история у меня на канале таких случаях я делаю просто яркий какой-то красивый дневной макияж я уже нанесла дневной крем умылась нанесла дневной крем у меня сейчас этот клиник с спф спф надо использовать в любое время года так говорят и есть у меня еще вот такая база это прям серум уход за кожей корейский royal filler он именно как основа под макияж и уход за кожей но честно мне он не очень нравится потому что на нем становится заметный тональный крем то есть вроде бы это выглядит неплохо но он просто заметный получается более толстый слой что ли его невозможно растушевать поэтому я как-то сейчас не очень пользуюсь ее любимое средство на каждый день то что делает мою кожу вот прям мне очень нравится как она выглядит делает ее очень красивой это биби крем от миша сейчас вам даже покажу его знаете нет наверное не покажу потому что его переложила в другую косметичку поскольку мне сейчас не подходит оттенок до этого у меня был 21 оттенок этого биби крема от миша и как мне казалось он приспосабливает он немного был светлее чем моя кожа но когда я его наносила мне казалось он подстраивается принципе так это и заявлено но я после того как он закончился купила себе в конце лета 23 оттенок и он вроде бы более похож на мой оттенок кожи но он окисляется и становится каким-то рыжим цветом загара мне такое не очень нравится поэтому я порылась в тех тональниках которые у меня уже были мне их надо использовать не хочу покупать новый у меня был вот этот от estee lauder w он прям плотный да более вечерний вариант но для видео он очень хорошо подходит и есть еще второй коллаген тоже его не взяла но я уверена что девочки которые хоть раз смотрели макияж обучающие видео встречали этот тональный крем тональный крем мне не очень нравится мне нравится именно биби в уходе поэтому я буду докупать себе миша в нужном оттенке мне кажется если так пойдет то видео будет прям очень длинным окей надо будет как-то его обрезать или меньше разговаривать надо было делать наверное стрим с макияжем правда как вам идея кстати может быть еще сделать такие стримы на регулярной основе например собираться на стрим ASMR в тикток собиралочка здесь или вообще новый канал открыть короче наносим тон растушевываю я обычной кистью для тона и хорошо бы после этого пройти еще обычным мокрым спонжем типа бьюти блендера или вот таким вот спонжиком всякие у меня там где-то валяются это помогает сделать более тонкий слой что отлично для жизни но не всегда нужно для видео видео я люблю чтобы прям был очень ровный тон поэтому я наношу просто кистью в жизни я бы сделала прям тончайшее покрытие даже из биби крема чтобы не утяжелять потому что у меня как сама по себе кожа такая которая на которой заметен заметно покрытие я этого очень-очень не люблю и прям вот это вот самое главное в подборе средства для кожи я испортила свое время кожу скрабы поэтому девочки скрабы не то что необходимо вам в повседневной жизни есть у вас нормальная кожа скрабы это только если по показаниям я бы так сказал в общем вот так вот хорошенько растушевывает включая кожу вокруг глаз главное тут не переборщить и тут такой момент от яркого света который со всех сторон у меня появляется блеск в жизни его нет поэтому и пудры у меня нет соответственно я пудрой не пользуюсь у меня есть какие-то там вот типа вот make up forever например рассыпчатая пудра на уши кстати заканчивается и она кстати очень хорошо мотирует но это прям профессиональное средство которое используется для видео там на телевидении я не знаю вот она прям супер мотирует но я ею не пользуюсь потому что за три часа она мне так забьет поры пока я сниму видео пока я стрим постримлю это прям ну прям прям жесть но давайте я вам продемонстрирую то что она действительно работает я уверена что вам она может пригодиться да если вы прям под софитами не жаритесь то в жизни это выглядит папа папа приличнее конечно просто жалею свою кожу я стримлю каждый день вот ну это прям вот этот тональный крем который мы нанесли вместе с этой пудрой это прям такой комбо очень надежных средств точно не подведут но мне кажется для кожи не тяжеловато надо беречь кожу у меня есть вот такая вот штучка которую я просто обожаю это я в свое время очень давно купила магнитную палетку то есть это просто палетка с магнитом внизу куда собираются рефилы рефилы часто можно найти в профессиональной косметике например инглот когда-то мне очень нравилась эта косметика сейчас у меня остались только по моему румяна вот эти вот розовенькие румяна я кстати надо очень часто протирать влажными салфетками потому что запыливается здесь вот эта вот помада тоже инглот и румяна инглот и тени инглот самые универсальные если вы ищете какие-то макияж на макияж если вы ищете для макияжа на каждый день сейчас я вам даже скажу номер это то что вы сто процентов не ошибетесь эти оттенки подходят всем оттенок 107R я надеюсь их не сняли не сняли с производства как это обычно бывает с какими-то классными косметическими средствами вот сейчас бы я бы нанесла еще румяна вот но я кисточку не взяла с собой сюда можно попробовать вот этой нанести о сейчас я найду вот она кисточка от NYX вообще она для пудры но давайте я ею нанесу румяна румяна в оттенке 12 от инглот и они подойдут к блондинкам потому что они прям такие светлокожим в общем светлокожим блондинкам это будет идеально очень мне нравятся эти румяшки они очень освежают почему-то вот румян у меня много любимых хотя раньше вообще пренебрегала пренебрегала этим шагом вот поскольку я уже нанесла эти румяна они пудровые я уже не могу сделать себе кремовую коррекцию можно сделать только сухую коррекцию хула лайт у меня версия и сухой коррекции я не делаю полоски я делаю просто вот так вот чуть не очень неправильный свет прям очень у меня видно горбинку на носу как-то я решила не заморачиваться по тому как выставлять свет в общем вот если бы я делала коррекцию до румяна это чаще всего я так и делаю у меня есть вот такой контурирующий стик с одной стороны хайлайтер с одной стороны такая вещь и я контурирую нос я не делаю в жизни контуринг нос мне никогда я не думаю что у меня какой-то неправильный нос может быть немного большой но честно мне он никак не мешает и вообще не парюсь но когда делать видео почему-то нос становится всегда больше чем он есть на самом деле мне так кажется я не знаю но контуринг я делаю во первых потому что игра цвета тени это всегда красиво и более выигрышно если это сделать правильно так окей переходим к глазам потому что хайлайтером в последнее время не пользуюсь но кстати девчата вам на заметку я уже говорила стробинг вот этот от рамель очень классный и мне там написали по поводу хайлайтера что я обидела что хайлайтер это прошлый век девчата не беру внимательно на свой счет это все индивидуально если вам нравится круто пользуйтесь просто я про то когда делают слоеный пирог вот именно вот это я и на виду когда в дневном макияже присутствует тональный крем на котором пудра потом хайлайтер контуринг еще когда делают например тон плюс пудра а сверху кремовый хайлайтер получается каша это всегда заметно всегда если вы подобрали себе любимое средство и вам это подходит то почему нет да это заметно в дневном макияже что у вас там блестит кожа здесь на скулах но иногда это красиво поэтому пожалуйста я не делаю этот шаг по крайней мере потому что не считаю его обязательным и опять же таки у меня заметно всегда это у меня такая кожа что на ней заметно это все но хайлайтером можно выделить уголки глаз или как как тени использовать это всегда очень красиво у меня опускается телефон мне очень нравятся теплые оттенки теней моя любимая палетка вот это вот шедевр вот бывают такие косметические продукты которые мне кажется должны быть в косметичке у каждой любительницы мейкапа очень классная подборка цветов которые все между собой сочетаются есть шиммерные есть матовые светлые не бы побольше бы светлые было бы идеально из этой же оперы еще у меня есть вот от mac очень давно их покупала sweet hit extra dimension вот эта серия теней она невероятно красивая и если надо сделать быстрый макияж я думаю что это сейчас тот случай потому что если я еще и рассказываю и показываю то это все слишком долго можно просто их нанести а можно намочить кисточку и тогда получается более плотное покрытие вам сейчас покажу мне кажется вы должны это видеть просто космические тени опять я не взяла свои кисточки сюда почему-то поэтому я беру из палетки кисточку для теней она немного в светлых тенях но лишь попробую вытереть не помыть короче как-то сейчас разберемся и мочу у меня есть обычная вода хорошенько намочили можно поплевать на кисточку я знаю что некоторые сейчас скривились ничего страшного надо попросить относиться к таким вещам ну кому как удобно да надеюсь достаточно намочила нет тут такой момент кисточка должна быть прям мокрый но так чтобы с нее не стекал то есть когда вы достигнете вот этого состояния кисточки когда она мокрая на сне не стекает у вас будет прям классное покрытие боюсь что смешавшись с тенями на кисточке она не будет давать такой зеркальный эффект но все равно вы увидите как это выглядит по-моему это очень красиво такой доохромный переливающийся благородный оттенок не побоюсь этого слова не будет выглядеть вычурно мне кажется вот прям такой очень жест женственный оттенок мне нравится на данный момент это мои любимые тени надо будет попробовать еще оттенки с этой серии я правда покупала их очень много лет назад поэтому я прям очень много так сказано это были 300 назад мне кажется лет пять назад и опять-таки я не заходила давно в маг я не знаю если они там потому что где-то я читала что маг тестирует свою косметику на животных поэтому я перестала интересоваться этой косметикой ну и плюс она прям профессиональная профессиональная вот чтобы прокрасить нижние века я смотрю наверх наношу и на нижние века тоже камера не передает всего для дневного макияжа и в жизни как это выглядит не нравится вот макияж готов и за секунду тени я имела ввиду потому что я еще буду сейчас сделать подводку подводку можно сделать опять же таки тенями с этой палетки вот этими двумя последними вообще любыми цветами можно сделать подводку тоненькой кисточкой у меня кисточка от инглот 31т мне она нравится эти тени осыпаются да но можно сделать аккуратно если приловчиться а сейчас я буду использовать подводку надеюсь я ее взяла до подводка от инглот оттенок 77 тоже они визажисты поголовно говорят что это туповая подводка вообще в мире потому что она стойкая ею можно даже слизистую проклад прокрасить и это самая черная подводка самое черное что придумывает человечество она очень темная очень насыщенная мне кажется освещение недостаточно все-таки я поставила такое освещение чтобы потом снимать асмр сделала яркость на максимум но я понимаю что вам видно не супер хорошо то есть перед ним все эти это было бы лучше видно но возможно если ему еще вторую часть если вам зайдет такая тема обязательно оставьте комментариях что вы думаете по поводу такого отхождения от формата асмр стрелы стрелы нарисовать не сложно сложно нарисовать одинаковые стрелки сейчас будем пробовать это сделать набираю немножко хочется сделать стрелки прям подлиннее поярче я помню несколько раз мне задавали вопрос как сделать стрелки на новейшем веке мой ответ не знаю я вообще не парюсь на эту тему я просто рисую стрелки и вроде бы как неплохо у меня получается как-то так можно их регулировать делать больше меньше но сегодня вот так вот мне кажется это как раз что-то посередине без ресниц без ресниц накрашенных непонятно пока как это выглядит две мои любимые туши сейчас вам покажу лайфхак раньше была очень популярная такая вещь как база от эвелин под ресницы ее нужно нанести она белая у меня она уже заканчивается но ее наносишь ждешь пока она подсыхает я как раз вам расскажу про любимые туши и красишь как обычно ресницы действительно она удлиняет но есть еще одна такая секретная вещь которая уже не секретная очень разные фирмы выпустили такие волокна с ними надо очень осторожно чтобы они не попадали в глаза но это прям такая пушистая вещь которую можно нанести на первый слой туши или на базу поскольку мне база база уже подсохла эти ворсинки не прилипают но когда они прилипают когда вот прям новая тушь или новая база такая она мокрая еще сразу они прилипают подсыхают вместе с этой базой или первым слоем туши и выкрасить ресницы в туши второй раз в общем наносишь второй слой туши и ресницы получаются очень красивые две мои любимые туши на данный момент вот это неизменная классика Lash Sensational от Maybelline они удлиняют прокручивают и при этом ресницы не слипшиеся нанесла Yusane Loran и это не моя любимая тушь мне нравится больше Maybelline или же даже Cabaret Premier от Vivienne Sopo это очень распяденная тушь видимо точнее скорее всего была пиар рассылка у бренда она очень быстро подсыхает в принципе тушь неплохая выглядит достаточно прилично в дневное время ресницы не склеены но сейчас она у меня уже подсохла удлинения нет на мой взгляд но есть объем эффект и она очень черная сейчас давайте накрасим губы потому что мне прям очень нравится что на них тональный крем я его не смываю можно иногда протереть еще влажной салфеткой и нанести бальзам либо прозрачный блеск какой-то сейчас давайте я вам покажу вот этот вот помада вот набираю в кисточку она очень подходит для дневного варианта и для видео неплохо вот обычная кисточка из искусственного форса которая подходит для жидких кремовых текстур вот наносится очень быстро я бы еще добавила блеск вот вот этот мне нравится тентующий розовый буквально только на центр такой эффект получился мне кажется надо было еще карандаш вниз нанести но я уже просто хочу побыстрее накрасить можно было бы еще добавить блеск вот этот вот блесточки которые просто вам очень понравились вот предыдущим асмр макияжем да я их тоже обожаю потому что вот они сейчас засохнут и они будут вот так вот и держаться тени редки для повик все это вся информация которая есть у меня о них к сожалению это ноунейм тени я их купила в рандомном магазине когда была в Хмельницком за 14 девочки гривен понимаете и это просто супер классный глиттер для макияжа очень-очень-очень крутые у меня есть еще для стримов и для видео очень классные блестки вот такие тоже заканчиваются уже тоже ноунейм тут правда есть какой-то колор что-то там уже стерлась тоже покупала в этом же магазине вместе с тенями тоже неплохие но они прям такие кремовые и не держатся жидкие тени они прям засыхают но сейчас они еще не засохли засыхают и держатся как кремовые текстуры очень-очень-очень хорошо брови мы с вами ничего не сделали с бровями когда-то когда я еще начинала вести канал мне одна девочка написала что мне было бы хорошо сделать ламинирование бровей я никогда в жизни не делала эту процедуру но я купила себе мыло для бровей и это самая крутая штука которая фиксирует брови потому что я перепробовала кучу прозрачных гелей которые должны расчесывать и фиксировать бровь мне ничего так не держит бровь как вот это мыло смысл в том что вам нужно опять же таки добавить воды либо просто плюнуть сюда давайте на кисточку кисточка сейчас у меня конечно не в лучшем виде я прям обещаю вам что я сейчас ее хорошенечко помою набирайте мыло главное немного расчесывайте бровь сначала в обратном порядке в обратном направлении а потом наверх быстро пока не засохло потому что оно засыхает очень быстро и вторую тоже точно так же и наверх хорошенечко мыло для бровей есть у многих брендов я все не пробовала я попробовала только L'Amel и мне нравится это первое что попалось мне в руки когда я пришла в Еву по-моему вот оно было там одно я его и купила я буду пробовать честно когда оно закончится я буду пробовать какие-то другие бренды потому что я знаю что есть намного лучше и у меня чисто интересно посмотреть как это будет выглядеть нам надо подождать пока оно засохнет засыхает оно очень быстро и я могу еще иногда кончики подкрасить тенями от Benefit вот так они выглядят это оттенок блонд здесь есть светлее и темнее часть раньше раньше тут есть еще обратная кисточка это тоже top face для бровей 18 номер кисточки раньше я вообще брови осветляла сейчас их не осветляю вообще с ними ничего не делаю даже не выщипываю мне надо с ними что-то сделать я могу подкрасить немножко кончик но это уже так прям не знаю можно и не подкрашивать сейчас еще не дождалась пока оно не засохнет просто я уже понимаю что надо поторопиться просто кончик это я набираю только тени которые потемнее в палетке можно набрать еще светлее и тут подкрасить я провожу нижнюю линию а потом растушевываю наверх вот ну и тут чуть-чуть начало брови как-то так сейчас я буду стримить асмр как раз уже вечер наступил я думаю это актуально на своем тикток подписывайтесь если вы еще не подписаны если вы пользуетесь вообще этой социальной сетью там очень удобно проводить стримы вот я очень хочу проводить стримы также здесь на youtube канале я уже разобралась в принципе как это делается но такой вот такая вот незадача для меня почему-то когда я стримлю здесь вы знаете некоторые заходили ко мне на стрим у меня меняется голос понимаете мой шепот становится не моим шепотом причем всегда по-разному я просто в шоке потому что я не знаю почему так происходит иногда нормально а иногда еще и по-разному при этом меняется и пока что сколько я перелопатила в интернете информации я не нашла ответа почему так происходит я спрашивала у людей которые тоже стримят никто мне не может сказать почему если у вас есть какие-то идеи на этот счет пишите я постараюсь исправить я прям в этот же день выйду на youtube стримить мне очень нравится кстати спасибо за ваши донаты за донаты у меня есть ссылка под видео мне присылайте сейчас мне это очень приятно потому что моя мечта на данный момент это купить микрофон с ушками для ASMR мне кажется это уже прям очень важно на сегодняшний день для стримера ASMR и для ASMR блогера иметь микрофон с ушками он конечно стоит как чугунный мост он очень дорогой но когда-то я верю что мы с вами увидим на моем канале видео с этими ушками потому что это прям очень триггерит прям вот ну что же спасибо всем кто досмотрел надеюсь девчат вам было интересно парням может быть вы тоже расслабились увидимся с вами совсем скоро люблю обожаю до новых встреч береги себя